Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем переводить предложение. И перед нами вроде бы маленькое, тоже вроде бы простенькое предложение. Это из серии то, что маленькое не значит лёгкое. Скажи, что ты думаешь об этом. Итак, у нас опять две части. Как бы малым это предложение ни казалось, здесь на самом деле косвенная речь. По сути, здесь косвенный вопрос, если на то пошло. У нас первый блок вот этот. Скажи. То есть я обращаюсь к кому-то. Это по сути повелительное наклонение, это просьба. Как угодно. Можно считать, что эта просьба более убедительная. Можно считать, что она менее убедительная. Но тем не менее, это всё-таки просьба. А дальше вот этот блок. И здесь у нас вопрос. Иными словами, что ты об этом думаешь? Поскольку у нас перед этим вопросом стоит скажи, наш вопрос косвенный. Следовательно, порядок слов у нас в вопросе будет повествовательный. Это очень важно. Далее, что здесь у нас ещё интересного? Ну, что ты думаешь явно сейчас. Но при этом следует помнить, что думаешь. Это у нас особенный глагол. Это state verb, так называемый. Или state verb. И это интеллектуальная деятельность, умственная и всё такое. Поэтому continuous здесь у нас отпадает сам собой. То есть, если бы у нас было что-то другое, возможно, был бы continuous. Но только не здесь. Здесь у нас, скорее всего, будет present simple или какой-нибудь другой simple. Но, скорее всего, present simple. Именно потому, что с любым другим действием можно было бы поставить continuous. Но continuous нам нельзя в силу, думаешь. Поэтому мы будем использовать present simple и подразумевать при этом present continuous. Ну, а теперь попробуем, посмотрим, что у нас получится. Итак, первое. Первое такое. Всё в лоб. Всё дословно. Say what you think. И далее здесь есть ещё один подводный камень. Вот это об. Что это такое? Это о. О том, о сём, об этом, о том и так далее. Значит, think употребляется с двумя предлогами. Think of и think about. Think about. Это когда я думаю о чём-то. Вот я сейчас в процессе. Я думаю об обеде. Это будет think about. То есть, у меня просто идёт мыслительный процесс. И другое дело, если я думаю, в смысле имею мнение. Здесь именно это имеется в виду. Я не спрашиваю, о чём человек думает в данный момент. Я спрашиваю его мнение о каком-то предмете. Поэтому здесь у меня будет think of. И далее мне можно поставить this. Можно поставить it. Это уже не суть важна. И точка в конце. Значит, что здесь нехорошо? Здесь нехорошо вот это начало. Оно очень прямолинейное. Оно очень в лоб. Кроме того, если я такое говорю, то я, получается, человеку чуть ли не приказываю высказаться. А если человек не хочет? А если я не имею права так с ним разговаривать? Можно ли этого say избежать? Конечно, можно. И как ни в чём не бывало, можно поставить самый обычный вопрос, что ты об этом думаешь. И всё. Этого достаточно. Вот это скажи переводить совершенно не обязательно. Оно никакой особой роли у нас не играет. И поэтому 1,1 у меня будет what и самое-самое избитое. What do you think of it? И у нас уже будет знак вопроса. Всё как положено. Далее. Если я хочу ещё более вежливо. Ну, сценика-то как-то избито, как-то вот неоригинально, некрасиво, что ли. Как ещё можно? Поскольку здесь мы спрашиваем человека об его мнении, следовательно, все слова, которые связаны с мнением, можно сюда поставить. И поэтому второй вариант у меня может быть такой. What? Опять у меня what? У меня опять будет обычный вопрос, ничего особенного. Я поставлю через апостроф. What's your opinion? Какое твоё мнение? Чтобы избежать слова think. И далее здесь очень важно понимать, какой предлог будет. У меня уже не будет off, у меня будет on. Потому что opinion, мнение по какому-то предмету, это всегда on. What's your opinion on this? Значит, что может быть вместо этого opinion? В английском целое море слов на эту тему. Может быть view. Может быть point. Может быть notion. Поскольку у нас нет контекста, мы не знаем, собственно, о чём идёт речь. То ли это ваш взгляд, то ли это ваша позиция, то ли это ваше мнение, то ли это ваше убеждение на этот счёт и так далее, и так далее. Не совсем понятно о чём, поэтому здесь можно всё. Далее есть слово say. Оно может употребляться в роли существительного. Это не обязательно say, скажи. Это say в смысле твоя точка зрения. Далее, что здесь ещё может быть? Есть слово reckoning, тоже очень классное, незатасканное. И кроме того, ещё может быть слово judgment, суждение. И кроме того, ещё есть очень оригинально, есть ещё слово take. Оно тоже может употребляться как существительное и быть практически синонимом слова point. То есть, ваша точка зрения. Ну и можно говорить просто point, а можно говорить point of view, естественно. И, кстати, со всеми этими словами будет употребляться один и тот же предлог on, что весьма удобно. Далее. Если я не хочу употреблять вот это всё, что ещё можно? Как можно выкрутиться так, чтобы, ну что ли, косвенную речь как-то всё-таки отобразить? Ну вот я хочу это скажи как-то выразить. И в то же время я хочу показать просьбу, потому что what's your opinion on this? Здесь никакой просьбы и близко нет. Как и what do you think of it? Я просто вопрос человеку задаю, а я хочу отразить, что я прошу его высказаться. Это моя просьба. Он мне ничего не должен. И тогда я могу сказать ещё так. Поскольку просьбы, это очень часто can. Can можно и здесь поставить. Can you. И далее можно express your opinion on this. Можно и так. Но это очень официально. Это, ну, не знаю, на деловой встрече так можно говорить. И то это будет довольно кондово. С точки зрения, ну, технической такой, это правильно. Но, ну, уж очень как-то не по-человечески это всё. Поэтому этот вариант, конечно, может быть. Но это такое. А лучше всего будет сказать так. Если мы живые люди, если мы разговариваем в неформальной обстановке, можно такое. Can you speak? Высказать свою точку зрения. И вместо вот этого вот пресловутого opinion или notion или judgment или ещё чего, есть шикарная такая фраза. Your piece. Piece как кусочек пишется. On this. И знак вопроса. То есть, можешь ли ты высказать свою точку зрения на это? И здесь, что мы делаем? Когда мы это говорим, мы делаем ударение на вот это. Your piece. Can you speak your piece on this? Вот таким образом. То есть, а ты что об этом думаешь? Если бы здесь был печатный текст, я бы your набрала бы курсивом. Дабы показать вот это выделение. Поэтому на your нужно делать акцент. Нужно голосом его выделять. Далее. Если я хочу ещё вежливее. Если я хочу супер-дупер вежливо, но в то же время как-то всё-таки человечно. Я бы хотела услышать твоё мнение. Ну, чем плохо? I'd like. Это скажи. Мы так будем выражать. Ну, что делать? I'd like to hear your. И здесь с этим your можно ещё добавить. personal, own. Если мы очень сильно хотим на этом сделать акцент, это не обязательно. Ну, почему бы и нет? Opinion опять же. Но вместо opinion можно... Ну, я не хочу opinion. Я поставлю слово say. Say on this. Можно даже ещё усложнить. И вот это this переделать как в all this. На всё это. В данном случае слово all это просто усилитель. Не более того. Когда такое делают, когда all this, all that и вот такие вещи мы встречаем, это значит, я хочу показать, что ну вот это всё, его так много, оно такое всё какое-то непонятное. Вот на всю вот эту вот гору всего. Вот что ты об этом всём думаешь? Ну, и ещё как вариант можно, если я вообще не уверена, есть ли у человека какое-то мнение или нет, или я хочу так его вызвать немного, спровоцировать, что ли, на высказывание, я могу так ещё. И тогда you я подчеркнула, если там у нас несколько сидит, вот все высказались, а один сидит и молчит, и ни в какую. И поставить have, и вместо opinion, reckoning пусть будет. Вот таким образом. То есть, суть та же самая абсолютно, но третье, допустим, не такое формальное, как второе. Но тем не менее, если я хочу быть немножко оригинальной, и если я не хочу говорить избитыми фразами, ну вот, пожалуйста, как вариант. Далее, если у нас, ну, очень неформальная обстановка, есть ещё такой ход. Вставь свои пять копеек по этому поводу, вот что-нибудь такое. What? Или даже what я не буду. What about? Как насчёт? Your two cents, допустим. И даже on this можно даже не говорить, ибо есть контекст, мы понимаем, о чём идёт речь. Это очень informal, очень-очень-очень. То есть, свои пять копеек не хочешь здесь вставить, он может, человек всегда, как бы, их вставляет, а тут что-то молчит, отмалчивается. Вот интересно, что он об этом думает. Или вот, допустим, fancy. И дальше такое. Giving your two cents. Хочешь высказаться? Вместо two cents иногда говорят five cents, это не суть, важно уже. Вместо вот этого giving, может быть, putting. Тоже правильно будет. И дальше in ещё ставят. Ну и далее. Your five cents. То есть, если... Мне нужно чуть больше слов. Просто как вариант. Вместо fancy, естественно, может быть, do you want, может быть, просто want. Иногда люди не морочат голову этими do в вопросе. И просто want putting in your five cents. Чё-нибудь такое. Это разговорная речь. В разговорной речи допускаются любые бесчинства. Это нормально. Мы все понимаем друг друга. Есть контекст, есть ситуация. Поэтому зачем усложнять себе жизнь. Но если общение более формальное, тогда нам, конечно, нужно чего-то как в третьем. И если мы боимся рисковать и не уверены, что нас правильно поймут, и кто его знает, тогда, конечно, первый вариант, второй вариант, самое, как говорится, то, что нужно. Вот такой вот вопрос. То есть, из этого морали. Если у меня косвенные вопросы, если у меня indirect questions, совершенно не обязательно переводить вот эти скажи, мне бы хотелось узнать, я очень сильно хочу знать, там и прочее, прочее. Это по желанию. Если мне хочется, если, ну, ситуация, скажем так, требует, ради бога, это можно переводить. Но если этого не надо, если мы все всё понимаем, не стоит сотрясать воздух лишними словами. Поэтому, ну, эти вещи можно опускать. Если это в переписке, опять же, по желанию пользователя. То есть, я могу это сказать, но при этом нужно понимать, что моя речь будет более сухой, более такой формальной. И если я, вот, например, как в первом скажу, это будет, ну, почти приказ человеку. То есть, тоже не всегда такое можно делать. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на остальные видео по этой теме. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.